Траурный рассвет. 22 июня 1941 года было ясное солнечное утро. Граждане огромной страны проснулись, не подозревая о том, что над ними нависла беда. Так началась Великая Отечественная война. Война, унесшая миллионы человеческих жизней, оставившая свой черный след в каждой семье. В День памяти и скорби сотни ивановцев традиционно приняли участие в акции «Свеча памяти». Участвует в этой акции с самого ее старта. И мы видим, что все больше и больше людей каждый год приходят. И акция становится более массовой. Акция позволяет нам передать следующим поколениям память о начале войны, о памяти погибших героев и о том, что, конечно, надо думать о тех ветеранах, которые еще живы. И надо им обязательно помогать. Ранним утром колонна людей прошла по спящему городу от площади революции до мемориала героям фронта и тыла. У каждого участника шествия в руках маленькая свеча. Хрупкая, как человеческая жизнь, и яркая, как вера в победу. Символ всенародной памяти. Как читается в стихе, это нужно не мертвым, это нужно живым. И молодежь, прежде всего, как двигатель прогресса, она должна помнить об нашей истории и учиться на ошибках. Ровно в 4 утра, как и 77 лет назад, предрассветную тишину огласило сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. За то, чтобы теперь эти слова звучали под мирным небом, советский народ заплатил огромную цену. Вернуть фронтовикам этот неоплатный долг новые поколения могут разве что памятью. К сожалению, до сих пор не все герои обрели свои имена. Многие солдаты, погибшие в бою, так и остались неизвестными. Но каждое новое имя – это победа. Сегодня таких 12. Активисты проекта Общероссийского народного фронта «Память народа, волонтеры памяти» провели в 2017-2018 году, вот в этом году, и составили списки, из небытия возвращены, 10 тысяч имен уроженцев 71 региона страны. Вот среди этих 10 тысяч 71 имя. Поиски еще не окончены, впереди много работы. Ведь война может считаться завершенной только тогда, когда последний безымянный солдат вернет себе имя и память.